По данным госавтоинспекции, ежедневно в зимний период здесь проезжает более трех тысяч единиц различного транспорта, а летом и того больше. За последние годы преобразился и сам пост, и место вокруг него построили там и часовню. А на днях высадили более 150 различных саженцев. Это пальмы, тахикарпусы, японская Айва и другие. Вполне, как минимум, оживельники будут еще лет 50 жить, если за ними следить. Чтобы наш город был красивее всех остальных. Как-никак город-курорт. Эти работы проводятся по инициативе актива партии «Единая Россия» и главы города Анатолия Пахомова. Поддержали идею бизнесмена, неравнодушный к своему городу. Мы организовали субботник силами управления лесопаркового хозяйства, силами Лазаревской администрации. Здесь сегодня работают люди, сотрудники этих управлений администрации. И высаживают растения, которые мы приобрели в местных питомниках. Они адаптированы к местным условиям. Они способны перезимовать и хорошо здесь жить в жаркое лето. По словам сотрудников администрации, в городе регулярно проводят мониторинг мест, где чаще бывают туристы. Зеленые композиции регулярно обновляют и создают новые, которые вписываются в стиль южной столицы. Более того, на курорте даже создан специальный штаб по благоустройству под председательством первого заместителя главы города Сочи. Такие же подразделения действуют и в каждом районе курорта. Работу провели и уже на улице Новогинской. Более 120 пальм встретят туристов новыми прическами.